Приветствую вас! С моей точки зрения говорить можно о двух основных моментах. Первый момент это то, что мужчина, в общем-то, справляется с конфликтными ситуациями путем избегания в критических моментах и путем контроля в повседневной жизни. Соответственно, контроль, который мужчина пытается установить над вами, продиктован его стремлением к безопасности и, соответственно, страхом. Ну, разные страхи могут быть. Страх одиночества, неуверенность в себе, низкая самооценка, вот, и так далее. Соответственно, если эти проблемы не убрать у мужчины, то он так и будет себя вести. То есть он так и будет исчезать, не будет писать первым и прочее, прочее, прочее. Вот. Для такого типа людей гораздо легче совсем отношения прекратить, нежели чем идти на унижение, потому что это, опять же, потеря контроля. А у мужчины есть четкий образ, что вы виноваты, вы должны сами написать первое. И опять пойти на уступки. Мобиль второй. Это то, что вы мягкий человек по натуре, мне нравится его жесткость, но не исчезновидно. Значит, с одной стороны, если вы не хотите менять эту свою мягкость по натуре, которая тоже родом из детства, и нравится вам жесткость только потому, что вы для себя решили, что именно так можете получить любовь, удовольствие, наслаждение, и проявление другого, ну, другого вектора чувств, вы просто не принимаете, да, не признаете для себя. Вот помимо того, что это само по себе является проблемой, и эту проблему можно решить. То есть, признать себя достойной, например, того, что вы, ну, то вы имеете право на более нежное, на более ценностное отношение к себе. Это первое. Второе. Если вам нравится жесткость, то она нравится вам как-то странно. Понимаете? То есть, ну, вот жесткий человек, да, который любит контролировать все и все. Понятно, что, как бы, он еще вам никто, да, понятно, что он еще не особо имеет права на вас, но, вот как вы думаете, вот такой человек, который любит контролировать все, то есть, такой авторитарный человек, да, как бы он себя повел в этой ситуации. Неужели вы думаете, что авторитарный человек стал бы унижаться, писать первым, и так далее? Тем более, он знает, что вы мягкая, и выбрал вас не случайно, так же, как и вы его. Неужели вы думаете, что он будет извиняться, унижаться и так далее? И здесь у меня возникает вопрос, насколько вам нравится жесткость? Потому что исчезновение, это проявление жесткости. Это, по сути, шантаж. Это, по сути, рэкет. То есть, человек хочет вас подчинить, и для этого использует все средства, в том числе, и исчезновение. И если вы мелкий человек по натуре, и вам нравится его жесткость, то, опять же, почему тогда вы не хотите ему писать? Ведь это именно и является исполнением, обыгрыванием данной роли. То есть, вы ему напишите, вы унизитесь, но в итоге будет доволен он, и будете довольны вы. То есть, здесь как-то странно, если вы принимаете его жесткость, если вы мягкий человек по натуре, если вы хотите рядом с собой доминирующего мужчину, если вы не хотите менять свою мягкую натуру, то нужно принимать целиком и полностью тогда человека. А такого, чтобы человек был жестким, но при этом не исчезал, не бывает. Одно взаимоисключает, другое, понимаете? То есть, если человек не исчезает, он не не жесткий. Если человек исчезает, он жесткий. Подумайте об этом, пожалуйста. Ваш вопрос, как вы думаете, он объявится и потеряет меня? Ну, смотрите, как правило, такие люди готовы потерять, потому что вы несете раздрай в его жизнь. Но, если он и объявится, то он вас будет попрекать тем, что он объявился, и ставить вам вину, что это вы вынудили его объявиться, что это вы вынудили его унижаться перед вам. Нужно ли вам такое объявление такой ценой? Большой вопрос. Если он делает это не первый раз, то это система. Эта система его будет делать так снова и снова. То есть постепенно лишая вас полной свободы вообще. Опять же, просто визуализируйте ваши отношения лет через пять. Хотите вы это? Хотите вы таких отношений? На мой взгляд, это является ключевым моментом. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.